Приветствую всех зрителей и подписчиков. На канале Максимум самые горячие и актуальные события, срочные и скандальные новости. Смотрите в этом ролике. Объясните мне этот прикол. Всем нам нужно понять ту новую роль, которую Нарсултан Назарбаев играет в жизни страны сегодня. Дориан Набаев даже публично принес извинения за дезинформацию. На этой неделе Казахстан будоражили два слуха. Первый это о том, что в стране есть люди, которые таки получили обещанную поддержку на режим ЧП в 42 500 тенге. А второй это состояние бывшего президента. И это не о том состоянии, которое и так ни у кого не вызывает сомнений, а прежде всего о состоянии здоровья Назарбаева. С него и начнем. Страна по-прежнему следит за судьбой бывшего президента. Интерес может быть и был бы меньше, если бы бывший президент, уходя в отставку, не оставил за собой основные рычаги власти, а также пост лидера правящей в стране партии. Это Пранур Атан. Запущенные подозрения опровергли сюжетом о встрече бывшего президента с действующим премьером. Было продемонстрировано видео с Назарбаевым и Маминым. Подтверждение того, что в стиль басы все в порядке, должна была стать и опубликована на неделе статья Назарбаева в прессе с нарративом «Пока мы едины, мы непобедимы». То еще доказательства, конечно, с таким же успехом можно было опубликовать в прессе статью Тингисхана. Но это шутка, конечно. Если всех этих доказательств было мало, то в медиапространство был запущен главный глашатый аккорды Даурен Абаев. Это обращение Альбасы было не классическим. Оно не носило программный характер. В нем не было никаких политических или экономических заявлений. Это было обращение к сердцам казахстанцев. Я увидел в этой статье эмоциональный призыв к единению нации перед лицом новых глобальных укроз. Это обращение человека, который переживает за судьбу страны и народа, с которым вместе рука об руку строило независимое государство на протяжении непростых 30 лет. И главным залогом преодоления всех трудностей Альбасы назвал наши ценности, ценности казахстанцев. Это сплоченность и единство. Как я его называю, миссия информации и ютуба Казахстана. На госканале пытался развеять слухи о подорванном здоровье Назарбаева. И самое главное, попытался проанализировать источники и основания для подобного рода слухов. Давайте мы с вами узнаем, получилось ли у него это сделать. Как говорится, прямая речь министра. Всем нам нужно понять ту новую роль, которую Нурсултан Азарбаев играет в жизни страны сегодня. Он посредством своей работы в Совете Безопасности или партии Нур-Уртан продолжает свое активное участие в политике. Но 19 марта 2019 года он сложил себя полномочия президента. Народ избрал нового главу государства. Да, сейчас мы столкнулись с серьезными вызовами. И в соответствии со своими полномочиями президент Токаев определяет нашу стратегию противодействия им. Иначе как вы себя вообще представляете? Ельбасы должен в таких условиях каждый день делать какие-то заявления? Он мудрый политик, который, несмотря на свой статус, себе такого не позволит. Что касается слухов о его здоровье. Вы знаете, я тут хотел бы, наверное, рассказать просто одну историю. Десять лет назад, когда я только стал пресс-секретарем президента, на одном из интернет-сайтов вышел пост о тяжелой болезни Ельбасы. Вы знаете, это меня шокировало. Потому что буквально днем я участвовал в совещании под его председательством. Вы знаете, ближе к вечеру я все-таки не выдержал и сообщил Нур-Султану Абишович об этом. На что мне тогда ответил примерно следующее. «Менің қасымда қызметінде енді бастап жатырсын, гой. Бір дүниё есінде болсын. Балақтың шанын қаға берсен, баратын жерге уақытында жетелмайсын. Онды яңгімені тлеулес жұрт, уайында вайтыса, мысық тлеу адамдар әдей айтады. Онды яңгімені тңдай берсен жұмыстық күмстіле. Сондықтан әр өсіндай сүзге күнгіл бөлі бермі. Вот примерно так он сказал. Вы знаете, вот если вольно-вольно перевести на русский язык, то это будет примерно так звучать. Знаете, каждый раз, когда ты идешь, и каждый раз все время обращаешь внимание, и все время стряхиваешь пыль со своих брюк, вовремя до цели никогда не найдешь. Если мы будем постоянно оглядываться на такие слухи, то кто будет работать? Ну, это такой общий смысл этих слов. И вот думаю, касательно всех этих слухов, тут, наверное, лучше не скажешь. К слову, верить или не верить всему сказанному министрам, решать вам. Напомню, что на прошедшей неделе именно Абаеву пришлось извиняться за, мягко сказать, не совсем точную информацию. Ролик по этому кейсу есть на нашем канале. Ссылку на него вы найдете в описании этого. И вот здесь, в правом верхнем углу экрана. А так, фрагмент в подтверждение привожу здесь. Походу, Абаеву не часто приходится публично извиняться, поэтому получилось у него это как-то неуклюже. Прошу свои извинения. Что касается общих антикризисных мер, напомню, ранее власти заявляли, что выделять на борьбу с последствиями коронавируса и падением цен на нефть около 10 миллиардов долларов. При этом уверяли, что деньги нацфонда не тронут. Оказалось, что соврали. Накануне министр информации и общественного развития сообщил, что правительство все-таки распечатает нацфонд и возьмет оттуда почти половину от общей требуемой суммы. Дорик Абаев даже публично принес извинения за дезинформацию, что не характерно для казахстанских чиновников. Предлагаю послушать, что говорит министр. Я заявил, что средства национального фонда не будут использованы. Непреднамеренно я ввел вас в заблуждение. Это заявление было некорректным, в связи с чем я прошу свои извинения. Ну, в общем, как относиться к заявлениям министра информации и депутата Казахстана, решать вам. А мы переходим ко второй острей теме. Президент Такаев спустя 10 дней после своего обращения к народу, в котором сказал, что все, кто потерял доход от введения режима ЧП в стране, будут получать 42 500 тенге, наконец-то прокомментировал ситуацию. Как известно, государственные онлайн-ресурсы, отведенные под это дело, не работают. С людей исправно списывается платеж в 2651 тенге, а вот обещанная помощь в 42 500 тенге не поступает. Так вот, сразу после критики президента в сети и в СМИ пошла волна, что, дескать, люди-таки начали получать эти 42 500 тенге. Надо сказать, что даже государственное телевидение отважилось сообщить о том, что эта обещанная сумма не доходит до людей, онлайн-ресурсы не работают и процесс реально затягивается. Первый канал Евразия даже сделал весьма подробный сюжет на тему. 23 марта президент страны объявил о мерах поддержки со стороны государства. На период ЧП потерявшие работу казахстанцы будут получать пособия в размере минимальной заработной платы, те самые 42 500 тенге, о которых мы не раз рассказывали. Поэтапно ввели три способа подачи заявки. Через портал электронного правительства, специально созданный сайт и телеграм-бот. На первые два, кстати, я пытался дня так раза зайти, но так и не получилось. Ресурсы перегружены. И хотя профильные министры говорили о том, что принимают меры, проблема еще не решена. Но надо признать, что есть те, кому удалось все-таки подать заявки на пособие. В базу поступило 4 354 274 обращения по состоянию на 11 апреля на 3 часа дня. При этом 1,5 миллиона – это дублирующие заявки. Назначены выплаты 751 613 казахстанцам. Мы решили выяснить, как быстро казахстанцы получают деньги и сколько человек воспользовались такой возможностью. Для этого запустили опрос в социальных сетях. На момент подсчета ответов в нем приняли участие больше тысячи пользователей. И вот что мы получили. 612 человек подали заявку на получение пособий, но деньги до сих пор не пришли. 275 ответили, что в помощи не нуждаются и не будут подавать заявление. И только 167 казахстанцам, участвовавшим в опросе, деньги уже поступили. Объясните мне этот прикол. Люди, которые толком не платили налоги, официально не числились, подают на 42 500 и им за пару дней одобрили и перевели деньги. А когда компания оформила запрос на сотрудников, отправленных во временные отпуски, еще 1 апреля в ответ 10 дней тишина. В колл-центре просто говорят «Ждите». Подала за брата, у которого нет ни работы, ни денег. Предпенсионного возраста, увы, не дали. 8 апреля подали, до сих пор нет ни СМС, ни денег. Пока еще не полностью решен вопрос по снижению тарифов за комуслуги в период ЧП. Такое поручение давал президент. Прошло почти три недели, а по факту платить немного меньше стали только жители некоторых регионов страны. В Акмолинской области снижение на 10%, в Казалардинской от 9 до 11%, в Актобе от 9 до 20%, в Павлодарской области услуги стали дешевле только на 5%. По крайней мере, так уверяют в Министерстве национальной экономики. Мы в период чрезвычайного положения предприняли меры, чтобы потребители не отключали за имеющиеся долги перед поставщиками коммунальных услуг. Ну, каждый случай должен разбираться индивидуально, причины образования долгов. Но если долги образовались с учетом дочерчайного положения, то их в любом случае надо будет погашать. Дорогие друзья, на этом пока все. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Ставьте лайк и активно распространяйте его в своих соцсетях, чтобы как можно больше людей узнали то, что теперь знаете и вы. Делитесь своими конструктивными комментами. И, конечно, подписывайтесь на канал. При этом обязательно нажмите на колокольчик, чтобы оперативно получать уведомления о появлении новых видео на канале Максимум. Простая подписка без нажатого колокольчика такой функции не выполняет. Спасибо, будем на связи и помните, не все так просто, все гораздо проще. Простая подписка без нажатого колокольчик.